Ребята, всем привет, мои дорогие подписчики. Я очень вообще рад, рад снова снять видео о Renault Captur. Это вторая часть, потому что я снял одно видео. И я, честно, такого не ожидал. Я не ожидал того, что столько много комментариев мне напишут под видео. И мало того, что просто комментариев. Я люблю читать комментарии, я стараюсь отвечать на многие из них. Мне потом многие пишут в личку, вконтакте. Кстати, подписывайтесь на мой, короче, добавляйтесь в друзья мой контакт, на мой инстаграм. Пишите, я отвечать стараюсь всем, да, но бывает много, когда пишут, не успеваю просто. Но хорошо, смотрите, супер то, что вы писали комментарии, но я не ожидал, что будет столько много критики и негативной реакции. Я потом так подумал и понял, почему это было. Я, естественно, понял, потому что я критиковал машину в том видео, я ее раскритиковал. И я понял, что я в свой адрес тоже получил критику. Это совершенно нормально. То есть, да, как есть такое, скажем, понятие, что человек посеет, то он и пожнет. Я посеял критику, я пожал критику в свой адрес. Это нормально. Вообще ни в коем случае не как-то не расстраиваюсь из-за этого. Следующее видео, вот это, я сниму в продолжение того, о чем мы поговорим. Спустя две недели, спустя две недели, привык ли я к тем минусам, которые здесь я нашел, да, при первом ощущении от автомобиля. Ко всему ли я привык, все ли действительно так плохо. Вторую часть видео я, давайте, отвечу на комментарии. Самые такие я сделаю, наверное, я выбрал специально такие самые подковыристые комментарии. Очень будет интересно ответить. И третью часть, в конце я скажу о плюсах. И действительно, за эти две недели эксплуатации, то, что все-таки, ну, знаете, не так все плохо, как, возможно, вам показалось из первого видео. Итак, поехали. Давайте по порядку, что я раскритиковал. Может быть, не в том порядке, который я делал тогда, но в новом порядке, в котором я помню. Хорошо, давайте начнем с центрального и с руля. Я говорил то, что кнопки на руле вот здесь, я не вижу их целесообразность. То есть, это ограничение, ограничитель скорости за две недели эксплуатации в Москве. Не так, не то, что не так часто. Я ими вообще не пользовался, этими кнопками. И круиз-контролем тоже. То есть, я также останусь верен тем словам, которые говорил то, что, на мой взгляд, круиз можно было бы здесь оставить. Но сюда поместить бортовой компьютер, когда я быстро хочу посмотреть расход топлива, какую-то информацию о автомобиле. То есть, вот сюда это можно было поместить, и это было бы очень удобно. Но меня раскритиковали, мол, типа, все нормально, что ты придрался к рулю. Я не знаю, мне до сих пор было бы удобнее здесь бортовой компьютер. Смотрите сами, это ваш выбор. Это лишь лично мое субъективное мнение об этом автомобиле. Мое субъективное суждение оценочное. Это не значит, что теперь это так и есть на 100%. И я там как-то пытаюсь клеветать на этот автомобиль. Потом дальше открывается вот такой, да, у нас вид прикольный. Это вот эта панель и штука. Привык ли я к ней? Кнопка, мне уже сказал, что не привык. К ней я не привык за две недели. Она, все-таки это решение кажется мне интересным, но неудобным. Объясню почему. Почему? Во-первых, ее не видно. И в памяти и в уме не всегда ты держишь те вещи, которые не видно. Ну, так устроен наш мозг. Я не всегда все могу помнить. Потому что вещей, которые приходится мне в течение дня, с чем сталкиваться, запоминать, очень большое количество информации. И когда мне нужно резко что-то сделать, то мне здесь, смотрите, предлагает функционал из многих кнопок. Ну, то есть раз, два, три, четыре, пять кнопок. И поверьте, если я не вижу, это будет вечером или вот у вас рука, вы не будете помнить, за две недели я не выучил функционал этих кнопок. Просто потому что мне это, зачем мне запоминать что-то вообще лишнее. То есть всегда все, ну, многие производители стараются делать упор не на привыкание, а на интуитивное удобство, чтобы было интуитивно понятно. Вот здесь интуитивно понятно, ну, плюс-минус, он понятен. Но вот здесь интуитивно мне непонятно, что я должен и как я должен вот это переключать, тянуться вот так рукой. Ну, то есть это интуитивно неудобно, непонятно, я не привык. Иногда, более того, когда мне нужно быстро заглушить машину и не выбежать, выйти из нее, вроде не бегаю ни от кого, то мне приходится, иногда я делаю вот так вот, то есть я потом вспомнил, что ключ у меня здесь и, ну, просто это уже мышечная память, ну, как бы мышцы уже привыкли, руки, что у тебя ключ вот здесь. Хорошо, ну, к этому я и не привык. За две недели, как многие писали, ко всему можно привыкнуть. Дальше, климат-контроль. Поверьте, я ездил на многих автомобилях, можете посмотреть наш основной канал Автолета, и там есть очень-очень много разных обзоров, которые мы сняли за прошлый год, больше 100, по-моему, 50 видео, или вообще там, ну, не помню, короче, около 200 даже видео мы сняли за все время уже. И климат, работа климата, не то чтобы она плохая, она нормальная, он работает, естественно, глупо было бы, но она не совсем понятная, потому что на многих других автомобилях, когда я включаю 27 градусов и ставлю вот так, мне очень-очень жарко. Здесь порой бывает непонятно. Непонятно. То есть, вроде бы, он и греет, вот, допустим, сейчас мороз 20 градусов на улице, в других автомобилях даже при 20-ти градусном морозе. Вот это, ну, все равно жарко. Я не пойму, здесь или теплоизоляция какая-то плохая в машине, или что. Но как-то, знаете, вот нету ощущения, что вот так жарко, вот так нормально, а вот так прохладно. Какое-то ощущение, вот так нормально, вот так непонятно, а вот так, как будто, ну, вроде, да, прохладно. То есть, ну, с климатом это субъективно вообще мои какие-то отношения здесь. Ну, ладно, хорошо, скажите климат, оставь покой, давайте дальше. К чему я еще не привык за это время. Громкости. Я иногда говорю по телефону, нужно резко выключить звук, потому что, ну, какой-то звонок и так далее. Музыка играет, допустим, в средней громкости, и опять же интуитивно я хочу подкрутить вот здесь, и я иногда вот тут кручу. И поверьте, это и происходит, блин, ну, раз в два-три дня происходила такая ситуация, когда я кручу вот здесь. И меня это, ну, как бы тут мелочь, там мелочь, там мелочь, там мелочь. И оно начинает немножко, ты понимаешь, что, ну, еще, видимо, надо две недели, чтобы привыкнуть. То есть, громкость, вот здесь решение интересное, но неудобное. Хорошо, ладно, это все мелочи, которым я не собираюсь цепляться, я не собираюсь критиковать эту машину. Это просто делюсь, к чему я просто именно я не привык. Называйте, как хотите меня там, что я придираюсь и так далее. Кстати, специально для вас я сделал утренний ледяной кофе, который стоял у меня всю ночь. Кстати, прям лед, можно даже посмотреть, хотя оно там есть. Я ставлю сюда кофе. Представим, что он горячий, и я его только купил. И тут я такой думаю, слушай, он горячий, полный стакан, мне нужно попить. Что происходит? Ну, мало того, что непонятно, с какой стороны тянуться. Ладно, я тянусь с этой, ну, с этой аналогичнее будет. И смотрите, как я его достаю. То есть, ну, кто мне еще сейчас напишет, что это классное решение? Супер, вообще, я тогда не представляю, в каких условиях вы живете, и к чему вы постоянно привыкаете. Я к этим вещам, ну, блин, мне как-то не хочется привыкать. К таким условиям мне хочется кофе, ну, минимум, чтобы оно у меня здесь стояло. Я взял, а я люблю пить кофе за рулем. Я думаю, что многие водители, которые едут с утра на работу, они все-таки пьют кофе за рулем. Или чай, или воду, кто что. Хорошо, ладно, кофе, вы скажете, это мелочь. Но полный привод, ребят, если у меня стоит, опять же, тут какой-то напиток или что-либо, даже там, пусть это будет пепельница, ну, хотя я не курю и вам не советую, то полный привод вообще тогда, как будто мне производитель сказал, забудь о нем. То есть, допей кофе, потом включай полный привод. Но я не всегда хочу убирать отсюда напиток, потому что дотянуться до полного привода практически становится невозможным. То есть, я могу дотянуться, но я не вижу даже функционал его. К этому я не привык. Хорошо, что дальше? Подогрев сидений, к чему я привык? Да, привык, действительно, я уже на ощупь могу найти его и смирюсь с тем, что я запомнил положения, в которых он находится. Вот, хорошо, вы такие уже думаете, блин, офигеть, офигеть. Какой ты опять недовольный-то? Нет, я довольный всем вообще, то есть, я реально довольный. Смотрите, в чем фишка дальше? Подстаканники. Подстаканники задние. Я тут, мы ехали, у меня сзади пассажир ехал, и он говорит, слушай, а вот это что? Это, говорит, я, говорит, о, слушай, я нашел подстаканник. Я говорю, где, взади есть? Да, есть. И я такой, о, чудо, смотрите, где он? Он вот здесь. Вот здесь. И вы скажете, ну и что такого? Что ты хочешь сказать вот насчет этого? Чего так все плохо? Нет, не плохо. Но, знаете, этически даже, вот как вам, вы купили себе чай или что угодно, пассажир купил ваш, и он его ставит в ноги. Ну, в ноги, вот, то есть, ну, мне бы неприятно было, если бы у меня вот в ногах, вот здесь это в ногах, потому что вот ноги стоят, допустим, если середина, да, центральная пассажир, и здесь в ногах у него стоит напиток. Я не знаю, ребят, это, ну, не то, что это неудобно, это даже, ну, как бы я сделал, хорошо. Я сейчас дальше по поводу того, что мне надо устроиться работать на Рено, отвечу, тоже там были комментарии, дождитесь комментариев, там очень много интересного и сочного. Как бы я сделал, хотя бы подъем какой-то, это недорого стоит, это даже можно сделать своими руками, но я не хотел бы, покупая автомобиль, доделывать за производителем своими руками, коль уж он хочет продать мне его. Теперь дальше по комментариям, давайте, я сейчас вот так повешу камеру, чтобы вам было удобно меня видеть. По комментариям, поехали. Я специально отобрал комментарии, такие самые жесткие, подковыристые, ну, может быть, не самые жесткие, я там самый, ну, мат не брал, вообще не ругаюсь матом, не люблю слушать, читать мат, и если вы пишете комментарии с диким там матом, ну, я даже сразу вам скажу, я их не читаю. Я вижу мат, я даже не вникая, не читая, пролистываю. Почему? Мне режет слух это, ну, вот мой принцип жизненный, как хотите, так воспринимайте. У кому-то нормально вообще, не осуждая людей, кому нормально, это лично. Ладно, хорошо, дальше. Комментарии. Я думаю, обязательно тебе нужно устроиться на завод Рено в России, все исправить, будешь молодец. Хорошо, дальше вот в эту же тему пишет человек, смысл видео, потому что, почему автор еще не ведущий инженер в автопроме? Авто не спорткар и не представительского класса, а база B0, качество и т.д. Каптюра соответствует заявленной цене, полностью настроен под российские дороги, на ней знаешь, что доедешь, куда надо. Смотрите, я согласен с тем, что я не инженер Рено, но я не согласен с тем, что я как бы вот, то есть тут без статуса. В этих отношениях коммерческих сегодня на рынке я имею статус потребителя. И без потребителя, ребята, без нас с вами, без нас с вами, Рено, Мерседес, БМВ, все производители не имеют никакого веса. У меня вопрос, кому они продавать будут? Кому? И если потребитель перестает спрашивать, да, с производителя, ну, какие-то оптимальные функции, удобства, не то, чтобы спрашивать, предъявлять. Нет, я не за предъявление, я за просто диалог с производителем, да, фидбэк, так называемый, по-русски, обратная связь. То тогда, я скажу, этот производитель не мудрено, что он скоро загнется. И, в принципе, мы с вами знаем, что Рено, это не самый, хотя да, есть Логан, понятно, есть там Дастер и так далее, они как бы вытягивают продажи. Но мы знаем, что Рено не славится какой-то супер, прям, да, там, ну, хотя нет, я обмануще скажу, если не славится. Она популярная марка, хорошо, популярная. Но я хочу сказать мысль, что мы с вами, как потребители, имеем все-таки право высказать свое мнение по поводу автомобилестроения, да, и то, что потом, потому что мы покупаем. Вот скажите, допустим, допустим, ты купил, ну, давай так, ты купил какую-то услугу, ну, не всегда товар продается, услуга, ты купил услугу тебе, допустим, ремонт обуви. И ты говоришь, пришейте мне там, у меня подошва отклеилась, заклейте там, пришейте. А они, ну, тебе человек делает, ты ходишь два дня, у тебя опять отклеивается. И ты скажешь, ну, надо, значит, привыкнуть. Я не согласен с тем, что я должен ко всему привыкать. Но все-таки мне хотелось бы видеть то, чтобы производитель, видя, что даже просто, даже просто зайдя на YouTube и посмотрев 5-10 обзоров от потребителей, их же потребителей, которые им же приносят деньги, сказали бы, слушай, действительно, вот мы так сделали, а людям так не очень удобно. Давай вот мы следующий рестайлинг уже переделаем вот так. Ну, это было бы справедливо, по крайней мере, по отношению к людям. Ладно, хорошо. Ну, как бы, чтобы вас долго не грузить. Дальше. Базарил 15 минут, ничего нового не сказал. Все, о чем говорил, уже сказано, пересказано сто раз. Для чего повторяться еще раз непонятно. Такой человек, Виктор Клл, писал. Мне хотелось бы подписать экклесиаст. Такая мудрость веков. Все, что сказано тобой, уже было сказано до тебя и будет сказано после тебя. Ребят, все обзоры, которые снимаются, я хочу более вам сказать на удивление, если вы посмотрите. Это зачастую пересказ друг друга. Ну, только в разных интерпретациях и так далее. Но, если с такой стороны подходить, вся жизнь тогда, все люди, мы похожи друг на друга. Ну, отчасти именно составляющие человека. Все дома похожи друг на друга. Зачем строить новые? Ну, как бы вот эта философия, знаете, экклесиаста, ну, условно говоря, экклесиаста, это такая философия отстраненного человека, который, в принципе, ну, он по-своему прав. Да, зачем снимать и говорить, но это мое субъективное мнение, еще раз скажу. И, ну, да, я снял и сказал, и что? Ну, то есть, можешь не смотреть, я не заставляю. Вот, человек пишет, какие люди капризные стали. Все идеальное должно быть, любая мелочь раздражает и поменьше тела движения. Деградируем. Я вам скажу, лень, двигатель прогресса порой, порой, не всегда. Человек не хотел вставать с дивана, переключать телевизор, сделал пульт. Удобно, удобно. А зачем вы пультом пользуетесь? Вставайте, переключайте телевизор. Зачем вы ездите на машине, ну, лучше пешком же ходить? Ну, полезней, полезней. Ну, то есть, как бы, тут много мнений, понятно, но не стал бы все только сводить к тому, что все теперь деградируют ленивые. Нет, те минусы и претензии, это не сколько негатив и что-то плохое. Это столько, это просто, скажем, просто сухой анализ. Анализ того комфорта, который получает этот автомобиль. Он неплох, этот комфорт, но просто есть моменты. Хорошо, дальше. Дебильный обзор, независимо от авто. Нет идеальных авто. Езжу на Volkswagen и косяки там тоже есть. Купи себе лошадь, она идеальна. Да, еще основной АКПП. А, еще освоил АКПП, чтобы не перепутать передачи. Да, то есть, я тут как бы говорил, что не очень удобно, что маленькие цифры и надо туда смотреть. АКПП освоил, спасибо. Да, представь за уже стаж, скажем, почти 10, сколько, почти нет, не 10-летний, 8-летний, по-моему, стаж вождения. Не помню, короче, нормально уже. Летний освоил, наконец-то, АКПП после вашего комментария, кстати. Косяки везде есть, согласен. Вы тоже, кстати, открыли, я вам скажу, вот, Ринденков, Руденков, да, вы открыли сейчас мне вселенную. А, да ладно, косяки везде есть, скажем, на автомобиле. Лошадь, слушайте, кстати, хорошая лошадь, из как-нибудь арабских кровей лошадь, я вам скажу, стоит дороже вашего Volkswagen Passat, если что. Поэтому, если бы у меня была возможность купить лошадь, поверьте, я бы не отказался от хорошей лошади. Ну, так, на всякий случай. Дальше, последний, наверное, последний, да, последний комментарий, и поговорю о плюсах. Кнопка подогрева не согласен. Во-первых, подсветка не поможет, ее вы там не увидите. Но ведь очень просто запомнить, как она работает, нажал, ну, это про подогрев. Я уже сказал, да, я привык, действительно, я с вами соглашусь, да, я привык. В машине, а как вы сумели запомнить, как фар, ну, то есть, вот, вставлять ключ, действительно, незачем, подстаканник с бардачком, это ASCII fail, согласен. И даже кнопка круиза в сумасшедшем месте. Ну, по поводу подогрева, да, я уже ответил, забегая вперед на комментарии. Хорошо, теперь давайте подытожим все и о плюсах. А, плюсы автомобиля. 100% клиренс. Ребята, клиренс рулит, реально, она высокая. Я вообще за эти две недели, сейчас снега вообще, синег выпал, все замело. За эти две недели я не застрял нигде, это круто. Дальше. Кстати, не привык к посадке, вылет руля. Блин, до сих пор реально мучаюсь, правда, две недели мучаюсь. Не могу, спина прямая езжу. Я привык, чуть-чуть руль хочется вытянуть. Вот, пожалуйста, в рестайлинге будете делать, каптюр когда сделаете, чуть-чуть руль на себя. Что еще классно? Вот, опять же, блин, климат, холодно в машине, полная температура стоит. Ну, ладно. Что еще классно? Очень классная, мне нравится мультимедиа. Она, вот, она интуитивно понятная. То есть, не надо, допустим, до этого я снимал Ford Explorer. Вот там фордовская мультимедиа вообще непонятная. То есть, там внизу где-то что-то нажимать. Ну, короче, очень, я намучился с ней, правда. Здесь она классная, понятная, очень здорово. К чему еще плюсы и привык? Вообще, именно эстетика салона, знаете, машинка приятная. То есть, вот, ты садишься в нее, эти минусы, а вот вся ее, такая, скажем, неординарность, вот, где-то выпендрежность французская такая, знаете, вот, чуть-чуть необычность, она даже где-то перекрывает эти минусы, потому что, ну, как-то вот свеженько все, ну, свежо. Так, что еще плюсом? Полный привод. Кстати, понятный, хороший полный привод. Подвеска не пробивает, хорошая, понятная. Двигатель, атмосферник, нормально, все, не проблема. Вот коробка, вот этот автомат, вообще для меня он странно работает. Иногда он переключает на трех, хотя новая машина, то есть, это не проблема именно в автомате, то, что он там плохой какой-то, а именно проблема его, то, что он старый, четырехступенчатый, и то, что поездив на машинах с более современным автоматом, ты не чувствуешь переключения и так далее. Здесь на холодную даже толчки наблюдаются, ну, это просто на холодную. То есть, ну, я понимаю, это нормально, возможно, для автомата, когда он подталкивает на холодную, но, знаете, все-таки автоматик, конечно, уже требует перемен. Хотя есть вариатор на 1.6, как вы мне скажете, как альтернатива есть, согласен, не проблема. Вот, а так, друзья, в целом, вот это то, что я даже перечислил, минусы, но это сущие пустяки для кого-то, и для меня в том числе, я бы не циклился на них. В целом, машина, вот, в общем, приятная, как я уже сказал, хорошо едет, кстати, хорошо держит дорогу, уверенно, уверенно тормозит и так далее. Поэтому, вот, не все так плохо, пишите также комментарии, интересно почитать вообще ваше мнение тоже. Вот, у меня большая просьба, если так все печально, блин, ну, как бы, ладно, дизлайки вы можете ставить, вам этого никто не запретит, но я иногда смотрю, думаю, ну, неужели так вот все хреново прям, ну, извиняюсь за слово, за выражение, ну, просто, ну, неужели я прям наговорил каких-то необъективных вещей. Ну, ладно, это ваше мнение там, все, ребят, всем пока, если что, как бы, знаете, где меня искать. Вот, все, подписочка с вас.